Рад, что мы заговорили о детях. Вот что я хотел сказать. Спорт действительно полезен взрослым и детям. Детям бесспорно совершенно. И в детских садах воспитатели постоянно занимаются с детьми гимнастикой. Но! Какими-то совершенно странными и нелепыми словами называются все эти детские упражнения в детских садах. Вот эти все. Понимаешь? Ну это я помню со змейкой с бубенцами. Вот так оно и называлось. Змейка бубен. Мы же уже с тобой не знаем, что это такое. Поэтому прямо сейчас мы здесь попробуем с тобой позаниматься детской гимнастикой. Об этом меня никто не предупреждал. Именно поэтому тебе об этом никто ничего не говорил. И это наша новая постоянная рубрика под названием «Детсад Олимпийского резерва». Итак, Ксения Николаевна к вам пришла. Ксения Николаевна. Алешенька, знаешь, да? Значит, Женечка. Все прекрасно. У нас утренняя наша любимая, значит, гимнастика, да? Мы будем с вами сейчас заниматься акробатикой. Но сначала давайте расстелим Я тоже не знаю, что будет, правда. Это важно. Растелим. Как мы это делали вчера. Мы же в саде ходим каждый день. Да, конечно. Конечно, конечно. А потом я вам рассказываю, что же это на самом деле. Итак, первое упражнение. Обезьяна рвет бананы. Женечка, предполагаем, что мы делали вчера, когда вот я вам говорила про это упражнение? Ну, обезьяна я... Ну, вот ты, я вижу, да. Рвет бананы. Это же должно быть упражнение. Это акробатика, напоминаю. Смотри, это акробатическая же даже вы, поэтому, видимо... А! Рвет бананы. Вот, допустим, да. Это предположение Женечки. Алешка, пожалуйста. Обезьяна рвет бананы. Обезьяна рвет бананы. Да, в прямом смысле слова рвет бананы. Но давайте же посмотрим, что же это за упражнение. Смотрим. Обезьяна рвет бананы. Раз, два, три. Соня, другая рука. И делаем. И обезьяна рвет бананы. Раз, два, три, четыре. Наверху хватаем, опа, ручками сорвали бананчики и опустили. Жень, ты безнадежен, конечно. Я не знаю, бананы лежат на нижней полке в магазине обычно. Женечка, дети бывают разные. И дети есть везде. Мне кажется, эта передача должна быть 21+. Не совсем, не совсем. Следующее упражнение очень интересно. Называется тыц-тыц-телевизор. Тыц-тыц. Тыц-тыц. Начнем с Алешеньки. Алешенька, что же такое тыц-тыц-телевизор? Акробатика. Это очень важные движения. Согласна, Женечка. Тыц-тыц. А, в моем детстве, чтобы включить телевизор, нужно было взять плоскогубцы. И сделать тыц-тыц. Да, и сделать, да, поэтому для этого что-то вот тыц-тыц-телевизор. Тыц-тыц. Интересно. А посмотрим, как же на самом деле это упражнение выполняется. Да. И делаем тыц-тыц-тыц-телевизор. Тыц-тыц-тыц. Мы все в телевизоре, друзья, помните? Мы же звезды, да? Телевизор. Чему это может научиться? Зачем это делать? Это важно, согласитесь. Ну, Женечка, расскажи про акробатику ручек. Они же должны делать. Это полезное упражнение? Абсолютно полезное. Мы сейчас забыли про то, что Ксения не полагает. Алексей, давай обратимся к Алексею. Алексей, мы в детском саду. Это упражнение, оно дает что-то? Я лучше посмотрю. Что? Подожди, у нас есть следующее упражнение. Оно примерно. Тыц-тыц-холодильник. Тыц-тыц-холодильник. Я позволю. Начнем. Экспрополируем. Молодец, Алексей, да ты тоже понял. У нас операторы тоже выполняют акробатику. Сейчас, подожди. Интересно. Сейчас, с гитарой. Холодильники разные бывают. Да, тыц-тыц-холодильник. Тыц-тыц-холодильник. Молодец. А, вот типа большой, потому что, Женечка, интересно так предположение. Тыц-тыц-холодильник. И закрыли дверь. Интересная акробатика. Очень хорошо. Посмотрим же, что же это на самом деле. Тыц-тыц-тыц мы и поняли, да. Повторяем, да. Тыц-тыц. Только внутрь заходить не надо. Мы тянемся и тыц-тыц. Холодильник. Тыц-тыц-тыц-тыц. Я просто поначал так. Да, да, да. А тут у нас спинка работает. Ночью подходишь к холодильнику, и тут чувствуешь, что тебя засекли, кто-то вышел, да? И ты иногда прячешься, и никого нету. Да, это такое вариация. Хорошо. А здесь мы просто тянемся, мало ли, кошечка, там, собачечка, чтобы тоже пропустить. И финальное, очень важное упражнение. Давайте Лёжу же что-нибудь сделаем, наконец. Ну, Евгений, ваш выбор. Для чего мы расселись? Ну, вот я тоже думаю. Кошечка просыпается. Алексей. Кошечка, это акробатическое, напоминаю, важное, акробатическое, максимально. Мы лажаем все свои, кто, куда способен. Значит, точнее, это из детского сада, поскольку занятие, то понятно, что, значит, вылизывать ноги не надо. Ноги, назовем это так, ноги. Я и не смогу. Кошечка просыпается. Я не кошечка, я кот, да? Я кот делает. А потому что может. Сейчас, подожди. Мы в детском садике. Шесть плюс. Шесть плюс. Смотри, кошечка. Да, ты так все видишь? Вот так кошечка, Лёшенька, так просыпается, да, котик наш. Вот такое, что-то, да. Кто здесь? А, я знаю, котик. Мяу. Ага, ага, интересно. Так, давайте посмотрим, как же кошечка просыпается. Прости, я собачник просто, я, правда, я... Ну, кошечка же просыпается. Просыпается, Лёшечка, может, и есть и постоянно. Опустись. И еще раз. Но, тем не менее, оно еще развивает наши голосовые связки. Это важно. Конечно, мы ложимся. Это правда было в сценарии, я сейчас пытаюсь. Женечка приляг, у нас акробатика без сценария. Никакого сценария. Не знаю, что просыпается кошечка. И говорит, что кошечка говорит? Мяу. И вниз опускаемся опять. Я так не могу говорить. И просыпаемся. И кошечка что говорит? Ага. Сколько времени еще там осталось? У меня какие-то сломанные кошечки, очень сломанные кошечки. Жень, давай заканчивай. Сейчас я буду рыбкой. Давай просто закончим. Ксения Николаевна. Вы справились. Прекрасная акробатика. Давайте поаплодируем. Вот. Кошечка проснулась. Проснулась кошечка. Это было знаменитое упражнение. Это легче. Нас по ним полночь. Так мы как бы стрелки пробили. Браво. Но это легче. Вот кошечка проснулась. Но я не повторю, конечно. Ксения, давайте. Хочешь? Тыц, тыц. Или за сальто сделай. Если врач есть на площадке, я повторю. Сделай сальто, ты же умеешь. Да, я вот. Конечно. Блин, ну вот я вот. А она показывала просто перед всем. Вот так могу. Да, браво. Вот, вот. Да? Молодец. Спасибо. А как люди вот с места прыгают и вот это вот? Он просто просит. Сейчас снимут это, а я покажу. Это в этого не увидите. Друзья, еще раз. Алексей, огромное спасибо. Спасибо вам, Алексей. За все, что ты делаешь для популяризации спорта. Для всех, для вас еще раз. 25-го, 26-го числа. Билеты. Покупаемся бегом на шоу «Легенды спорта». Это будет легендарно, соответственно. Это правда. Еще раз ваши апллассменты. Алексей, спасибо. Спасибо. Спасибо.